Всем привет, с вами Зак, и сегодня, в очередной холодный вечер, мы продолжаем с вами играть в The Long Dark. В прошлой серии мы пришли в администрацию турбазы, ну, можно сказать, я просто на турбазу. Нашли ружьё, немножечко обжились припасами, и, собственно, находимся на загадочном озере. И в этой серии я собирался пойти по ту сторону озера, к домикам, которые там находятся. Но на озере висит туман, так что надеюсь, что у меня не возникнет моей классической проблемы, то, что я просто потеряюсь и не пойму, куда мне надо идти. Поэтому будем держаться прямого вектора ровно до того берега, потому что если я сейчас пойду прямо, я, по идее, выйду прямо к домам. Конечно, неплохо было по пути проверить маленькие дома, стоящие просто на воде, но эти два домика мы уже проверили, а остальные домики находятся, по-моему, чуть подальше. Так что, так что надеюсь, что я не потеряюсь, если что, я смогу найти путь назад на турбазу. Ну, или в другом случае мне придётся забыть про турбазу, благо в ней я никаких вещей не оставил, и искать себе какое-нибудь новое жильё, про которое, я надеюсь, я не забуду. Я не потеряю его, и всё будет хорошо. О, господи, как же это красиво выглядит. Просто мне так нравится, как нарисована эта винтовка, и мне, в принципе, нравится вся рисовка этой игры, что прям 10 из 10, господи. Дайте этой игре премию какую-нибудь. Рыбацкий барак, что я могу сделать? Тимофеева луговка. Сухой плод может использоваться как труд. Отлично. Труд не помешает никогда, потому что огонь нам разводить придётся, и придётся его разводить довольно-таки часто. Я думаю, в левую сторону я не пойду, я пойду в правую сторону. Там домов больше, я максимум вот в тот дом схожу, и всё. Я не хочу особо тут разгуливать. Так, отлично, ткань. Шкафы проверим, найдём тут газету. Найдём ещё один крючок, ещё одну ткань, неплохо. В принципе, мы можем попытаться починить наши штаны, опять же. Ну, или всё-таки понадеяться, что в условиях домов мы найдём что-нибудь чуть более полезное. Сбегаем быстренько вот в этом дом, значит. Он в ту хижину, я думаю, не пойду. Она довольно далеко стоит, и я не думаю, что в ней будет что-то прямо уж очень-очень полезное. И потом пойдём вот в те дома, посмотрим, что у нас находится в них. Надеюсь найти одежды, надеюсь найти продуктов. Конечно, здесь не такие большие проблемы с продуктами, как в других играх, и, в принципе, их всегда в достатке. И, в принципе, если что, я в любой момент могу пойти половить рыбу на озере. Но всё равно хочется иметь некоторый запас, скажем так, быстрой еды собаки. Каких-нибудь там снэков, всяких батончиков, газировок, чтобы, если что, можно было их использовать. Одинокий дом у озера. Как правильно его назвали, как же правильно. Быстренько посмотрим, что у нас в нём есть. Зажгём. Ну, это не то, что я хотел зажечь, но да ладно. Я, конечно, думал, что я зажгул лампу, но не обратил внимания в темноте, что я достал. К сожалению, здесь, конечно, не так много полезного. Нет, я не хочу размамывать полку. Не так много полезного. Здесь должно было бы висеть ружьё по-хорошему, судя по тому, как эта полка выглядит. Но, судя по всему, кто-то это ружьё забрал до меня ещё. Кстати, а я вот сейчас это сказала, я подумал. А почему здесь столько домов? Почему в домах много припасов, но нету ни одного человека? Есть только несколько трупов и всё. Но нету людей вообще. Это же не апокалипсис, не случилось ничего. Это обычная зима, обычная территория, где люди до этого жили. То есть вот у них в домах есть продукты, есть там электричество, есть печки, всё такое. Почему нету людей, куда они все исчезли? Вот это вот вопрос, который теперь меня довольно сильно мучает. И я после записи этой серии, думаю, обязательно пойду в Google и почитаю. Потому что я уверен, что есть какие-то фанатские теории, как это работает. Возможно, есть и теория разработчика, куда они делись. И это всё интересно, нужно почитать. А, домик и озеро. Потому что здесь игра никак не преподносит сюжета, потому что в этой игре на данный момент, собственно, нету сюжета. Есть только вот этот свободный режим. Но сюжет, я думаю, не сильно будет отличаться от свободного режима, кроме того, что у нас будет иметься какая-то всё-таки конечная цель. Еловая игра, вот это замечательно. Кроме того, что будет иметься какая-то всё-таки конечная цель, которой на данный момент в игре нет. Сейчас мы просто выживаем, чем дольше продержимся. А там, возможно, будет какой-нибудь сюжет со спасением, с тем, что мы выберемся из этого снега, куда-нибудь там найдём людей и всё такое. Я не знаю, как это сделает разработчик, как он это будет реализовывать. Поэтому мне очень и очень интересно, что будет дальше с этой игрой. Потому что пока что я у него вижу очень хорошую динамику. Я надеюсь, что разработчик сможет эту динамику поддерживать долго. Не загнётся тут же. Нет, нет, хочу просто зажечь. Хотя, ладно, здесь и так всё видно, не буду её зажигать. Да, пока что эти динамы, конечно, лутам особо не радуют. Ну, чуть-чуть припасов нашли и на том спасибо. Так, под кроватью есть контейнер, отлично. Лыжная шапка пойдёт. Потому что шапки у меня, по-моему, нету как раз-таки. Шапка, да, шапки у меня нету. Носить. Заодно попробуем сейчас починить штаны. Ремонт, ремонт, ремонт. Да, попробуем починить, возможно, получится. Судя по всему, получилось. Да, назад. И теперь эти штаны гораздо лучше, чем мои. Я их одену. Так, больше здесь, в принципе, вот... А, нет, смотрите, ещё полено есть. Чуть не ушёл, оставив поление в доме. Вот это вот... Вот это была большая ошибка. Потому что всё-таки поления горят долго. И это гораздо полезнее, чем там сжигать какие-нибудь деревяшки. Или просто газеты, журналы, книги. Хотя, на самом деле, это довольно-таки странно. Потому что деревяшка — это и есть полено. Полено — это и есть деревяшка. Это всё дерево. Какое-то я... Господи, не надо искать логики в моих словах. И вот здесь мне уже понадобится лампа всё-таки. Потому что у меня, повторюсь, тёмные мониторы. Я очень многого в темноте просто не вижу. Конечно, я там стараюсь как-то на видео яркость чуть-чуть подкручивать, чтобы людям было более-менее видно. Но лично мне видно всё довольно-таки плохо. Но, к сожалению, этот дом довольно-таки пустой. Чем он мне определённо не нравится. Так, что же у нас дальше? Куда мы дальше пойдём? По идее... По идее, вон там ещё есть дома за этим склоном, скажем так. Главное не застрять ни в чём. И подобрать еловые дрова, кетровые дрова и газету. Не знаю, почему это валяется на дороге, но я пойду вот в ту сторону. Потому что там ещё было несколько домов. И я хочу в их сторону попасть. И у меня, кстати, перегруз, да? Да, небольшой перегруз, тридцатка кило. Не страшно, сейчас набежим до ближайшего дома. Там отогреемся немного, а там спимся, откушаемся, и всё будет хорошо. Если я найду следующий дом, потому что вот о чём я и говорил. Вот, представьте, вот вы стоите посередине озера, и вы не видите ни берега, ничего, просто сплошной туман. Вот так вот я обычно в этой игре и умирал. Вот так вот я могу умереть и сейчас. Потому что из трёх домов, единственный живой дом здесь один. Обидно. В этом доме ещё может и печки не быть вполне. Ну, в этом доме и нету, собственно, печки. Замечательно просто. Хотел сказать, отогреемся, нифига мы не отогреемся. Потому что печки нету. Зато есть свитер флисовый, что довольно-таки хорошо. Его мы, кстати, сразу и оденем. Оп. А почему он хуже моего? Ну, его? Хм, ну ладно. Я думал, флисовый материал всё-таки потеплее чуть-чуть. Ну, да ладно. Не особо-то и хотелось. Так, ткань. Нет, тряпка, точнее. Немного топлива для фонаря лишним не будет. И в этом доме больше ничего, к сожалению. Так. Это довольно печально. Потому что мне нужна всё-таки по-хорошему печка. Я хочу погреться у печки. Так-так-так-так-так. Эти дома сломаны. И рядом я больше домов, я так понимаю, не увижу. Печально. Давайте попробуем добраться назад до турбазы. Надеюсь, я иду в правильном сейчас направлении. Может быть и нет. Но как-то оно вот так примерно должно идти. Сейчас-то в турбазе мы отогреемся, покушаем. Попробуем после того, как отогреемся, сходить поймать рыбы. Потому что мне интересно, как этот процесс работает. Потому что я давно этим не занимался. Примерно. Последний раз я это делал год назад. Мне интересно, поменялся этот процесс. Просто офигевший. Забираем всё. Ну ладно, 3 кило мяса. Это много. Заберём 2. Ой-ой-ой. Остановись. Остановись. Уходим. Я... Я забыл совершенно о том, то, что как бы я сейчас на холоде буду ещё и хп терять, и всё. И переохлаждение. Холодное. Я понимаю, что переохлаждение, друг мой. Я понимаю. Но вот уже стоит домик. Тихо. Не паникуй. Сейчас всё будет. Осталось немножко до дома. Плохо, потому что у меня патронов больше нет, к сожалению. Неплохо было бы найти пачку патронов. Так. Этот домик... Куда? Мне примерно сюда где-то надо идти, да, ведь? Вот. Вот. Типичный мой лонг... Тихо. Ничего ты не бросишь по дороге. Всё мы донесём до дома. Не паникуй. Нужно только найти этот чёртов дом. Где же берег? Где же хоть что-то? Так. Ещё одна рыбацкая штука. Где-то рядом должен быть, значит, дом. Давай, берег, появись, пожалуйста. Да. Прямо здесь лечь, вздремнуть, и ты умрёшь, и дурак. Ты умрёшь, если ты ляжешь здесь вздремнуть. Вот здесь вот рядом, где-то берег должен уже быть. Ну же. Ну, вот, я уже вижу камни. Рядом с камнями где-то должен быть вход. Ну, турбаза. Где красный флаг? Что? Это было урчание или это был волк? Где турб... Блин, нет, придётся останавливаться в этой хижине и ждать, пока хоть чуть-чуть распогодится, потому что я не смогу продержаться просто в чём-то... Я не смогу продержаться в других условиях. Печка-буржуйка. Тихо, не паникуй мне тут. Разжигаем огонь, чтобы хоть немного отогреться. Отлично. И начинаем греться по максимуму. Жуткая жажда, жуткий голод. Я тебя понимаю. Едим, пьём всё, что есть. Всё, что есть. Мы сейчас поедим, попьём. Съедим батончики, я думаю. Потому что я не хочу пока тратить консервы. Хотя у меня есть открывашки, я мог бы их использовать, в принципе. Так, поедим ещё вот это. Ну, в принципе, всё должно быть более-менее нормально теперь. Да, остаётся только поспать. Как там спальный мешок разложить? Птечка. Переохлаждение. Оставайтесь в тепле 24 часа. Температура, потому что тело было очень низко, слишком долго. Слабость не пройдёт, пока вы не пробудете в тепле 24 часа. Окей. Окей. 24 часа просидеть дома. Не особо приятно. Так, где мой спальный мешок тогда? Взрывнём около печки немножко. Поспим где-нибудь, может, часика 3. Блин, не то, не та клавиша, к сожалению. Разложить. Так, и спать 3 часа. Как раз за это время чуть-чуть печка у нас подостынет, я думаю. А, блин, это ж мы полтора часа без печки проспим. Надеюсь, сон без печки его не убьёт от дикого холода. О, распогодилось, отлично. Поднять. А, и волк прям с моей турбазы ходит, значит, да. Вот так вот, значит, да. Давайте попробуем его обойти. Возможно, он нас не заметит. Можем даже на корточках пойти, в принципе. Все, мне кажется, он у нас и без корточек не особо-то и заметит. Хотя у меня нет ножа, чтобы с ним сражаться. Ну да ладно. Ё-моё. Тупая собака. Отстань, пёс. Ну. Давай, слышь, что ты можешь с ним сражаться нормально? Чёртовы волки. Чёртовы, блин, волки. Чёртово озеро. Пошла нафиг игра. Я даже одного дня... Мне двух минут не хватило до того, чтобы я прожил один день. Двух минут. Вот. Ну ладно. Ладно, закончим на этом тогда вторую серию The Long Dark, которая, к сожалению, закончилась так печально. Я не могу сказать, что она закончилась так печально из-за моей жадности, как это обычно происходит. Она закончилась так печально от чёртовых волков. И почему-то мой персонаж упорно ему не хотел давать отпор. Он, конечно, пытался, но что-то совсем уж плохо. Ладно. Простите за такую короткую серию. С вами был Зак. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Увидимся в следующей серии The Long Dark, когда мы постараемся прожить всё-таки подольше, чем 23 часа 58 минут. До встречи.